Ну, ежедневно у нас сотрудниками полиции проводится двухсменное дежурство, несение службы по Сепногорскому региону. Сегодня вот сейчас вы присутствовали при заступлении второй смены нарядов комплекс сил полиции. Это управление полицией, приданных сил полиции, непосредственно военнослужащих. У нас 10 военнослужащих, которые нам прикрепили, которые совместно с нашими сотрудниками несут службу на закрепленных маршрутах. Это на каждом микрорайоне у нас находится маршрут, который патрулирует в первую очередь охрану общественного порядка. И, конечно же, работа по соблюдению требований под постановление главного санитарного врача Ахмолинской области за номером 27 от 12 апреля. И также вот дополнение было 14 апреля за номером 29 о соблюдении гражданами Ахмолинской области режима. В ходе, конечно, непосредственно разведения развода инструктажа личного состава заступающих на охрану общественного порядка выдается им в постоянной основе средства индивидуальной защиты. Это маска обязательно, перчатки обязательно, чтобы сотрудник тоже был защищен, чтобы руки у него были защищены, когда он работает с гражданами, берет в руки документы непосредственно и маска. По отработке антисептиков, непосредственно они сотрудников, которые доставляют или заходят в опорный пункт, который в каждом микрорайоне у нас имеется, там у нас установлены антисептические средства для обработки рук и также коврики. Вторая смена у нас заступает с 19.00 до 3 часов ночи внесения службы. Но потом у нас несут службу уже автопатрулей методом патрулирования, объезда непосредственно, да уже до утра. Там уже заступает у нас первая смена потом. Происходит развод тоже, также на плацу здесь и заступает уже первая смена. Все прекрасно знают, что 12 апреля номер 27 было подписано постановление главного санитарного врача Атмольевской области о необходимых дополнительных требованиях по соблюдению непосредственно режима карантина. Вот у нас все прекрасно знают, что у нас выставлены по региону 5 блокпостов, на которых несут службы полицейские, сотрудники Акимата и медицинский персонал. По охране общественного порядка, непосредственно вот то, что сегодня провели развод, охрана общественного порядка осуществляется патрулирование совместно с солдатами, с воинской службой, военнообязанные. В первую очередь это охрана общественного порядка и соблюдение вот этих требований, санитарных требований, подписанных главным санитарным врачом в области. День непосредственно указывается, чтобы жители города находились дома, лишний раз не выходили. Разрешается только выходить либо в аптеку за лекарством, либо по состоянию здоровья для вызова скорой помощи, вы поехать в больницу, либо купить продукты. Это значит магазин и обратно. И, конечно же, выход на работу. Те, которые у нас больше много, большое промышленное предприятие, в котором большая часть людей работает. Поэтому они вынуждены выходить, и у них находится между собой справочка. Справка о том, что он подтверждается, либо удостоверение служебное, что подтверждает, что он работает на таком-то предприятии, с режимом работы такой-такой-то. Что в случае остановки с сотрудниками, он мог предъявить и дальше направляться уже на работу. Остальное уже, конечно, запрещается. Люди не должны выходить. Беспричинно выходить на улицу, гулять, в парке направляться, на лавочке сидеть, на детской площадке играться детям. Все это, сейчас согласно этого постановления, запрещено. Конечно, ограничен возрастной контингент тоже, 55 лет. Возраст 65 лет, бабушки, дедушки. Там все указано, чтобы они, конечно, соблюдали вручу домашнее нахождение дома и вообще не выходили. Те, которые нарушают, конечно, будут привлекаться к административной ответственности. Есть для этого административные статьи. У нас есть уже факты привлечения физических лиц, юридических лиц. В последнем дополнении там непосредственно конкретно сказано, что на личном автотранспорте движение запрещено. Для этого у нас определены 4 такси, которые согласно отделу пассажирских перевозок, как и МАТО, которые могут перевозить наших граждан. Остальные личные автотранспорты запрещены. Поэтому личный автотранспорт, без причин, если будет он ездить, то мы тоже так же привлекаем их к административной ответственности. Дневное время он за продуктами и обратно. Либо в больницу съездить, свозить больного, либо самому осмотреться. В больницу съездить, все это возможно. Остальное, конечно, без причин ездить. На дачу некоторые могут собираться, еще что-то. Вот сегодня буквально задержали тоже женщину с подружкой. Выехали за территорию города, будто бы подышать свежим воздухом. Нет, это запрещено. Поэтому соблюдать надо непосредственно, чтобы потом не подвергаться административному, как говорится, наказанию. Постановление прописано после 21.00 до 7 утра. Запрещено выход. Все магазины работают до 20.00 продовольственные. Поэтому людям выходить после 21.00 за продуктами, это уже понятно, что это неправда. Мы контролируем все магазины, чтобы были закрыты. И нахождение на улице будет наказываться. Когда поступило, непосредственно подписано было постановление, вот 12 апреля, мы непосредственно в средствах массовой информации на всех объектах массового скопления людей, как Сибирь, Казахстан, Хэппи Молл, непосредственно рынок, есть запись на государственном языке, на русском языке, о том, что департамент полиции предупреждает все вот эти требования, которые прописаны в постановлении. И также непосредственно методом сотрудники полиции через громкую связь, вот на таких автомашинах с мигалками, проезжали по всем дворам, по всем улицам нашего города, уведомляли о том, что подписано постановление, что есть какие-то требования, и что за нарушение этих требований люди будут привлекаться к административной ответственности по 476-й статье, по 478-й статье. Уважаемые граждане города Сибногорска, попрошу вас в связи с подписанным постановлением соблюдать непосредственные требования, которые там прописаны. Это необходимо находиться дома, не выходить без причинно с 7 утра до 21.00 в дневное время. разрешается только выходить для приобретения лекарственных средств, прохождение в продуктовый магазин, продукты купить непосредственно на работу, а также направление в медсучреждение, повезти больного и так далее. Остальное, конечно, лучше находиться дома. После 21.00 гражданам запрещено также выходить на улицу, находиться дома, разрешается только прогул с животных, определенное расстояние 500 метров, не больше 30 минут, покупка лекарственных средств, а также направление в больницу и на работу. Если вы находитесь на улице без причинно нарушаете, то вы будете привлечены к административной ответственности Административного кодекса Республики Казахстан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова